Всем шалом из Грузии, Гамаржова! С вами канал Культурный Код, я Тангар Игроглас, и сегодня я отвечаю на ваши вопросы. Что вы искали в Израиле, зачем приехать? Я искал какое-то новое место жительства для себя. Я приехал в Израиль, потому что хотел жить в каком-то таком месте, где будет стабильность, где будет какое-то спокойствие, где будут понятны правила игры. И я ехал в Израиль за спокойствием и стабильностью, как бы это смешно ни звучало. Я изучал вопрос, я знал, что в Израиле там есть как бы такие вот разные аспекты. Начиная от того, что там очень жаркое лето, страшное, на самом деле оно оказалось не жарким. Потому что там змеи, пауки, скорпионы, которых на самом деле, они от тебя убегают сами, и вообще их ты не встретишь там. За два года я видел одну змею однажды, которая мимо меня спокойно проползла и легла спать. Ну, скорпионов несколько встречал, которые, если тебя укусит, это как укус пшчелы, то есть это чушь все. Вот. И, конечно, я знал, что бывают всякие нехорошие вещи. Но вероятность, что какая-нибудь там что-то взорвется где-то, она меньше, чем то, что ты попадешь под машину. Я к этому был готов, вот к такому. И я жил в этом Израиле, первый мой год в Израиле, он был райским абсолютно. Я приехал, у меня были гораздо хуже ожидания. То есть то, что я начитался про Израиль, тут в Израиле оказалось миллион раз лучше. И вот первый год в Израиле, где мы ездили от Митула до Эллаты, все исследовали, все изучили, жили. Я просто влюбился в Израиль вот за первый год. Вот. Потом случилось 7 октября, и началась война. И даже вот во время войны, покуда мы жили на севере у нас, у нас тоже иногда ракеты какие-то падали где-то. Были тревоги, мы под них попадали, но это было все более или менее терпимо. До вот этой вот острой фазы, когда Ливан начал запускать по 100-300 ракет в день. И тут у нас поломало, и мы, соответственно, уже уехали. То есть вот зачем мы приехали? Мы приехали для того, чтобы жить в Израиле. Многие люди репатриируются в Израиль по разным причинам. Многие ради паспорта. Я лично знаю много таких людей на самом деле. Ну процент половина, грубо говоря. Половина алии вот этой текущей. Это вот ради паспорта, ради того, чтобы... Ну не то, что вот именно паспорт, а именно ради того, чтобы если что, можно было уехать в Израиль. Если что-то такое. Многие вернулись в Россию, и вот они в Россию с этим израильским паспортом, если что, они в Израиль уедут. То есть такой запасной вариант на всякий случай. Многие в Израиль приезжают, действительно, есть люди, которые приезжают из-за корзины репатрианта. Хотя для меня это вообще не актуально, потому что на самом деле, признаюсь вам честно, для меня эти деньги не очень большие по моим московским меркам, как я жил в Москве. Другое дело, когда я уехал из Москвы, у меня сразу порвались все мои контакты рабочие, все мои источники дохода уехали, монетизацию в России отключили. И, соответственно, мне пришлось очень сильно, так сказать, поясок затянуть. Но в целом, я в жизни не поехал ни в какую другую страну ради вот какого-то пособия, извините. Мне вообще это абсолютно неинтересно. Вот, я конкретно... Ну, есть люди, которые действительно, они ради повышения своего благосостояния. У меня в России благосостояние было сильно выше среднего. Я приехал в Израиль именно потому, что в России мне стало неспокойно, но у меня началась тревога, мне стало страшно. Я думал, что вот в Израиле мне не будет страшно, и действительно, мне не было страшно там первый год, даже первые полтора года. Но вот когда вот эти ракеты летят, у тебя на голову взрываются, твоим соседям падают на дом, ты, соответственно, как-то по-другому начинаешь это все ощущать. Потому что я как понимаю, этот вопрос, он такой как бы, ну, а что вы хотели-то? Вы что, не знали, что так будет? Так вот, отвечаю, Ирена, в Израиле сейчас вот то, что вот эта война, вот эта острая фаза, такого не было в Израиле 20 лет, а может быть даже не было 70 лет, там, с 50-х годов, 40-х, 50-х, там, шестидневной войны какой-нибудь. То, что сейчас происходит, это беспрецедентно. И мы к этому, естественно, не были готовы, и этого, ну, никто не был готов. Это не то, что как вот обычно. То, что как обычно, мы к этому были готовы, и мы жили в этом как обычно. Первый год наш в Израиле, тоже постоянно, то там, то сям, что-то происходило. И мы постоянно путешествовали, и мы в Ашкелоне, и в Ашдоди, и везде. И в Бер-Шеве, и везде мы побывали. И везде там, вот когда ты там в Ашкелоне ходишь, гуляешь, в принципе, могли какие-нибудь ракеты из газа спокойно прилететь. И ничего, мы гуляли, мы приезжали, мы не боялись ничего. Потому что понимали вот эти шансы и как бы масштаб. То, что сейчас происходит, это совсем другое дело. Это, ну, пострашнее, чем в России, на самом деле. То есть, вот в России, там, в Москве жить гораздо безопаснее, чем вот как мы жили на севере Израиля, ну, в разы. Даже сравнивать ничего. Так что, как бы, вот мы приезжали, да, мы приезжали за какой-то вот новой жизнью, спокойной жизнью, с какими-то рисками, которые мы трезво оценивали. И правильно мы их оценили. И, в принципе, она у нас такая и была полтора года. Ну, вот год, дальше она, конечно, ухудшилась, но все равно была терпима до тех пор, пока вот не началось вот это, вот то, что сейчас. Сколько стоил ваш мобильный интернет? В какой компании покупали? Сколько гигабайт, как назывался пакет? Окей, расскажу. Я сначала был в компании Hot Mobile, как репатриантка. Отприезжаешь, тебе дарят сим. Вот у меня она была, но она очень невыгодная, потому что после вот этой репатриантской программы они тебя автоматически переводят на какой-то безумно невыгодный, плохой пакет. Поэтому я с него перешел на 0.19 на один телефон, а на второй я перешел на селком. Потому что на севере селком, ну, конкретно в нашем населенном пункте, он лучше всего ловил. 500 гигабайт за 50 шекелей. Я платил 50 шекелей в месяц за интернет. Фактически безлимит. Невозможно 500 гигабайт накачать. Я не знаю, что надо качать. Очень быстрый, очень хороший. До этого я... Hot Mobile, например, он просто не ловил даже 4G. 0.19 на севере тоже в нашем доме не ловил 4G. То есть вот мы узнали у соседей, они сказали селком лучше всего, мы его взяли и в общем был очень доволен. Пакет, ну, так он называется 5G. Мы на самом деле тратили 250 гигабайт. Нам даже такой большой не нужен. Мне складывалось впечатление, что вы пытаетесь перехитрить систему, и в итоге теряете. Например, вы рассказывали, как круто снимать квартиры в Израиле с облетами и без договора, но в итоге не были официально эвакуированы. Хотя могли бы каждый день деньги получать. Олег, ты не прав. Мы никогда не пытались систему как-то обмануть. Мы пользовались тем, что нам положено, но никогда не пытались что-то там нахитрить. Просто потому что нам всего хватало. В Израиль я приехал с деньгами на самом деле, с какими-то. И мне их тоже хватало. Я, естественно, старался жить очень бережливо, потому что я понимал, что, окей, я сейчас в Израиль приеду, и я собирался там остаться. Я не собирался оттуда уезжать. И вот я думал, так, вот у меня есть моя котлетка, мне нужно эту котлетку растянуть лет на пять, чтобы мне ее хватило, чтобы я успел свой стартап запустить, и потом он какие-то деньги уже будет приносить. Я так и в Москве в целом жил. Ну, кроме экономии на питание. Я люблю очень полезно и вкусно покушать. То, что мне положено, я это возьму. Не буду от этого отказываться, потому что это глупо. Я человек не бедный, ну и не богатый. Я просто бережливый и очень четко, экономно ресурсы свои расходую, так как я работаю на себя, и у меня свой стартап, что я хочу вкладывать только в себя. Соответственно, мои исходные ресурсы, которые у меня есть, я хочу их только как бы максимально растянуть на максимально долгое время, чтобы я успел закончить свои дела все. Заключать договор или нет, я никогда в жизни стараюсь не включаться ни в какие договора, ни брать ни в жизнь, ни брал кредит и не собираюсь никогда брать кредит. И никакие договора, никогда ничего стараюсь не подписывать вообще. Я очень рад, что я в итоге не снимал по договору, потому что иначе я бы сейчас не смог уехать. Насчет эвакуации. Эвакуация была там из Кириадшманы, еще из каких-то северных населенных пунктов. Там, где мы жили, там не было никакой эвакуации. Безусловно, да, если бы я, когда мы сначала жили в Кириадшмане 4 месяца, если бы я, когда приехал в Кириадшману на 4 месяца, если бы я заключил договор, меня бы типа эвакуировали, я бы получал много денег. Действительно, так могло бы быть. Ну, не получаю я там какие-то эти пособия. Или мне хватает. То, что у меня есть, мне больше не надо. У меня нет вот этого вот сожаления. Я считаю, я абсолютно правильно делаю. Я живу так, как мне комфортно. И не хочу в дальнейшем тоже никаких договоров заключать, если есть такая возможность. Особенно в Израиле, где они какие-то ужасно кабальные. И, в общем, огромное количество историй есть, где людей просто вот так вот в судах потом. И, в общем, очень мне не нравится система договоров в Израиле, как относятся владельцы квартир к своим квартиросъемщикам. То есть такое ощущение, что ты там раб какой-то. Да, и ты должен вот этому владельцу квартиры, и он тебя может иметь вот как хочешь. Мне это не нравится, я не хочу, чтобы я был в таком положении. Поэтому мне гораздо проще с человеком лично глазами посмотреть, договориться с ним и, соответственно, вот это вот на честном слове платить ему деньги. И вот я так и живу, и сейчас в Грузии так живу. Вот в этом есть плюсы, в этом тоже есть и минусы, то, что вас тоже может кто-нибудь обмануть. Всегда есть риски, и вы выбираете, что вы хотите. Вы хотите, чтобы вас могли обмануть сроком на год, например, пока вы делаете этот вот договор, или вас могут обмануть, ну там вот на месяц денег, которые вы там кому-то отдали. Насчет отменить резидентство. Теперь, если вы отменили резидентство, не знаю, я, честно говоря, немножко разочарован в израильской медицине, именно в плане диагностики каких-то вещей. И я не знаю, это миф или правда, то, что она такая чудодейственная. Наверное, если действительно тяжелое какое-то заболевание, то тебе помогут. Все так говорят. Я не проверял, чуть-чуть-чуть и не собираюсь. Наверное, можно вот так подстраховаться и не отказываться от этого резидентства. Но это тоже какая-то как раз хитрожопость. Как бы люди делают сами какой-то выбор. Насчет того, чтобы потом вернуться и заплатить, ну там есть много мест с этой медициной. Много стран, они все открыты. Пожалуйста, езди туда-сюда, лечись, если тебе нужно. Баруф спрашивает, уехал я из Израиля надолго? Минимум, я думаю, на год. Алла спрашивает, столько баракла не тащат с собой. Вы в Арктику едете, шубы и валенки везете? Так бы и сказали, уезжаем. Ну, действительно, мы уезжаем. И мы так и сказали. Мы взяли самое необходимое, нашу вот одежду. Потому что сейчас мы приехали в Грузию, тут холодно. Слинял, забоялся, что призовут в Цахал, спрашивает Мария. Нет, меня не могут никак призывать в Цахал. Даже если я пойду вот сейчас вот просто в добровольцем, скажу, пожалуйста, возьмите меня, я хочу служить в армии Израиля. Меня туда не возьмут никогда. Потому что мне 40 лет, я не служил в армии, ни в какой. И у меня нет никакой специальности. Я забоялся, что мне на голову упадет ракета. Максим Втюрин. Логика проста. Вам просто стал не по карману Израиль. Уехать от обстрелов можно было на юг. Как минимум, вы сразу свалили без вариантов. Нет, нам был Израиль по карману. У нас четко, как бы, хватало еще денег не на один год. Учитывая наш пассивный доход, который сейчас капает. Страна воюет. Зачем тебе терпеть этот стресс и неудобства? И вот переезжать из одной горячей точки, в принципе, в потенциально другую горячую точку. Учитывая, что Иран там фигачит ракетами. Если ты можешь просто взять и уехать. В другую страну и жить в безопасности. У меня есть такая возможность. У многих людей такой возможности нет. У многих людей считают это неприемлемо для себя по причине какого-то патриотизма или еще чего-то. Ну, у меня нет вот этого. Я ни за какую страну не готов умирать. Я мирный человек. Моя работа заключается в... Я там программирую, я снимаю видео. Я не хочу мучиться. Спасибо, я лучше перееду в другую страну, где я не буду мучиться. Такие места есть, я вот туда переехал. Я думал уехать на юг. Я думал уехать в центр страны. Но просто, опять же, какой смысл это делать, если там тоже высокие риски? Мы нашли вот свое место в Израиле маленькое. Нам там нравилось. Тут наш городок. Мы его полюбили. Мы вот везде путешествовали, выбрали какое-то место. Если уже нас оттуда выгнали, причем мы две недели терпели эти обстрелы. Мы до последнего не хотели уезжать. Но если уж уезжать, то зачем уезжать в какое-то место, где тоже потенциально какие-то риски, которые, опять же, это место, которое нам не очень нравится. То есть мы выбрали, которое нам нравится. А другие места, ну, они тоже, может, хорошие, замечательные. Но не хочу я туда ехать. Вот, и, конечно, да, деньги тоже приятная вещь. Вот сейчас в Грузии, например, тут жилье в два раза дешевле. Израиль мне по карману, но зачем, как бы, себя мучить? То есть если бы не война, я бы из Израиля никого не уезжал. Просто потому, что мне нравилось место, где я жил. CVO-дом приложение в телефоне вы отключили. Вы знаете, я им никогда не пользовался, потому что оно не очень нужно. Если вдруг какая-то тревога, она гудит. Вот эти приложения, они ключные, они зачастую не работали, но, как бы, каждому свое. То есть говорят, что это полезно. Хорошо, я пользовался своими ушами и сиренами, которые у нас в городе очень громко выли. Если они выли, кстати, в соседних городках, мы тоже прятались. И так делали местные люди тоже. Мы, собственно, не сами придумали. Где оставили вещи в Израиле? Мы их все выставили просто. Просто выставили на помойку. У нас было очень много всего, но вот видео вы видели. А многие вещи мы оставили нашему хосту. Ну, который там, семья многодетная, и там у нас были запасы еды большие. У нас там было огромное количество всяких консервов, круп, макароны, я не знаю, там, туалетной бумаги, там, огромный блок. Мы это все им просто подарили. Оставили им нашу плитку, микроволновку и всякое остальное. Вся жизнь поместилась в два чемодана. На самом деле я бы хотел, чтобы она поместилась в один. То есть проблема в том, что, ну, сейчас в Грузию мы приехали, и тут холодно. Поэтому приходится вот эти зимние вещи с собой таскать. Для меня идеальное путешествие и идеальная жизнь вообще, это когда у тебя просто два маленьких рюкзачка и одежда, которая на тебе. Больше вот мне ничего не надо. Я бы хотел, моя идеальная вообще жизнь, то, что у тебя нет вещей вообще. Как мы провезли гитару в самолете, я на этот комментарий отвечал на ютубе, Татьяне. Мы просто купили ручную кладь дополнительную, и эта гитара пошла как ручная кладь. Но лучше заранее это узнать, позвонить в авиакомпанию и спросить. По факту вообще ничего никого не проверяли. Кто вот заходил в самолет, вообще ничего не смотрели, не взвешивали, всем пофигу. Ну, то есть багаж взвешивают, но именно ручную кладь можно с собой натащить, чего хочешь. Людмила спрашивает, почему в Эйлад не переехали, у нас очень спокойно. Ну, работа у нас всегда-всегда есть, мы работаем на себя, и у нас вот мы снимаем видео, так что нам вообще все равно, где жить. Мы можем хоть на Северном полюсе спокойно, прекрасно существовать. Вот, в Эйлад, в Эйлад хорошее место, но опять же, как бы, я про это отвечал на этот вопрос, не очень понятно, зачем вот в такое тревожное время, когда опасно, если у тебя есть возможность уехать, если у тебя нет годовного контракта, вот эти риски нести, ну, неспокойное, тяжелое, сложное, и можно его переждать в каком-то месте более комфортно. У многих людей нет такой возможности. Я сочувствую, у нас есть, поэтому, вот, как беженцы. То есть, тут именно первоначальная вещь такая, я действительно... То есть, мы смотрели разные квартиры в центре страны. В Пардессе мы смотрели, Пардесс-Ханя. Мы смотрели в центре, ну, и в Ришине, везде. Мы смотрели такие домики, в которых мы жили. Вот, чтобы что-нибудь такое вот было, потому что нам нравится жить в домике в отдельном. Ну, короче, вот отдельный домик, такой домик на крыше. Нам нравится такой вариант жилья. И я просмотрел штук 200 разных объявлений, все, которые были в текущий момент, и мне все они не понравились. Они все были хуже нашего домика. При том, что у нас там плесень, туда-сюда, но в целом они хуже. И по локации, либо домик хороший, и вокруг нет магазинов пешей доступности, соответственно, тебе нужно на автобусе ехать в магазин. Я так не хочу. Либо эти были домики плохие. Либо, ну, то есть просто, ну, не было какого-то места, в котором мы сказали, вау, клево, давай поедем. Возможно, если бы мы увидели в центре страны, или на юге, или даже в Илате, неважно, какое-то такое вот место, вот этот вот домик на крыше, который бы нам понравился, мы бы туда поехали. Еще раз, ребят, извините, пожалуйста, но вот да, мы такие вот избалованные москвичи. Мы, как бы, любим, чтобы нам нравилось жить в каком-то месте. Поэтому у нас есть четкий критерий того, где мы хотим жить. Чтобы это был вот такой отдельный домик с отдельным входом, чтобы там не было соседей, желательно. Вот он там на крыше стоит, у тебя там снизу какие-нибудь соседи. И окей. В Израиле мы тоже думали, уезжать, не уезжать. И так как мы не нашли еще и место, которое нам нравится, мы, как бы, вот... То есть, есть действительно люди, многие, у них вот такая ситуация, когда им некуда деваться, их там может кто-нибудь приютить, и для них там, не знаю, тысяча шекелей – это большие деньги. Ну, как бы, для меня это тоже большие деньги. Я тоже стараюсь экономить на всем. На овощах, на фруктах, я всегда стараюсь подешевле все купить. Просто потому, что мне нужно растянуть мои небольшие ресурсы на долгий срок. Я, как бы, очень разумно так поступаю. Но в целом, у меня, как бы, нет вот этого вот бедственного положения. И, соответственно, да, в Грузии в два раза дешевле все. Про Грузию теперь вопросы у нас. Ну, и не только. Ух, как много. Значит, Анна Николаевна спрашивает, за лифт, что ли, деньги снимают? Да, в Грузии зачастую платные лифты. То есть, ты заходишь в лифт и специальной карточкой оплачиваешь его. Мы снимали в Орби, там бесплатные лифты. Второй раз мы снимали уже в частном доме, там платный лифт был. Но нам дали карточку, поэтому я даже не знаю, сколько это стоит. Ну, какие-то монетки можно бросать, можно карточки платить. Сейчас мы переехали. Тут тоже дом довольно-таки большой. И тут бесплатный лифт, опять же. Ну, бывают платные лифты. Видимо, это таким образом делают, чтобы люди наскидывались на ремонт лифта. Но, как я понимаю, это абсолютно не работает. Потому что даже если... Вот мы жили в доме сейчас, в Батуми, с платным лифтом. В итоге там два лифта, и один из них всегда не работал. То есть, это абсолютно глупость большая. В Грузии очень много тоже всякой фигни. И вот платные лифты, это абсолютная дичь и бред, которые тут есть. А где вкуснее? В Израиле или в Грузии? В Грузии вкуснее. В Грузии вкуснее, чем в России, я бы сказал. То есть, и в России, и в Нидерландах. Кстати, в Нидерландах вообще... Вот там продукт хороший, конечно, но готовить там не умеют. Голландия – это такая страна, где просто отсутствует какая-либо культура поварская. Там абсолютно не умеют ничего, блин, приготовить. Удивительно. Я там был во многих разных ресторанах, именно с коллегами. Потому что, ну, так я в университете работал, мне приходилось зачастую ходить в разные места, обедать просто с коллегами. И, в общем, в Нидерландах – это такая страна, где очень хорошие продукты, качественные, но из них нужно самому что-то готовить. Даже я готовлю, видимо, лучше, чем местные повара. Вот. В России, в принципе, меня устраивает еда, она хорошая, и всё такое. В Израиле мне очень понравились многие виды продуктов. Местами там были действительно очень вкусные овощи и фрукты. Ну, фрукты, скорее, всякие там цитрусовые. Вкуснее, чем апельсины. В Израиле я нигде не ел апельсинов. Очень вкусные арбузы. Но иногда, кстати, попадались не очень вкусные, а иногда прям офигенные. Ну, вот, как бы, какие-то вещи, которые там, финики, я не знаю, всё, что вот растёт в Израиле, оно очень вкусное. Да, но, например, овощи, типа помидоров, огурцов мне не очень нравились. Перцы в Израиле вкусные, а помидоры и огурцы не очень. Вот. В Грузию мы приехали, тут, блин, просто. Тут вкуснее, чем в России. Я не знаю уж почему так. Всё вкуснее. И готовят тут вкуснее. То есть Грузия это такая гастрономическая страна. То есть, типа, есть вот Франция, да, многие скажут, я жил во Франции год, если что. Привет всем из Парижа. Я учился в школе при посольстве России во Франции целый год, и там жил. И тоже сходил очень много ресторанов французских, естественно. Там, конечно, хорошо готовят, вкусно, всякие изыски, и хлеб этот, замечательные багеты. Но, в целом, как-то вот, да, в принципе, то же самое, что в Москве. Да, ну, окей, есть, конечно, рестораны прям офигенные какие-то, но в целом то же самое примерно. На мой взгляд, в Грузии вкуснее, чем во Франции. То есть, именно помидоры местные, огурцы, зелень, перцы, все вот, что тут покупаешь местного, оно просто, блин, я не знаю, что они с этим делают, но оно бесподобное просто. Просто ты вот эти вот, ешь эти овощи и понимаешь, что раньше ты ел какую-то пластмассу. То, что мы тут сейчас ходим тоже в столовую и везде, вот, идешь просто к грузинам, потому что грузины умеют готовить. Вот и все. Они вот в этом, блин, не знаю почему так. Вот тут как бы фишка такая. То есть, тут вкуснее, чем в Израиле, вкуснее, чем в России, вкуснее, чем в Франции. Грузия рулит в этом плане. Игорь Козловский. На что жить собираетесь? Израильская зарплата, ну, конечно, недорого. У меня не было никакой израильской зарплаты, так что, как бы, мы живем на наше сбережение, которое мы еще из Москвы привезли в Израиль и отчасти там потратили. И, соответственно, у нас тоже есть небольшой пассивный доход. Вот и все. И мы можем в любую точку мира переехать. И, в принципе, вот если скромно, мы можем жить. То есть, вот квартиру за 300 долларов снимать мы легко можем себе позволить. Даже за 600 может позволить, как в Израиле мы делаем. Привет, Ефим из Кириад Шманы. Очень классное имя Ефим, кстати. Меня тоже, моего прадеда звали Ефим, между прочим. Ефим, регистрируйся на RNBNB, приезжай в какое-то место любое, абсолютно, которое ты перечислил, ну, чтобы посмотреть, где тебе больше нравится. Грузия – это как Израиль. Тут тоже очень разные локации. По климату разные, в первую очередь. Мне кажется, в Грузии нужно выбирать климат. Ну, в данное конкретное время года. То есть, например, около моря сейчас пока что нормально, но через пару месяцев будет очень холодно и мокро, и плохо. То есть, зимовать рядом с морем в Грузии абсолютно плохо. Не надо так делать. Ну, вы можете, конечно, можно так жить, но это вам... Ну, просто придется все время ходить в дождевиках гулять, с зонтами. Бывает, конечно, солнце выходит. Ну, в общем, это специфический такой опыт, на самом деле. А, например, восточная часть Грузии, там, где Тбилиси, там очень сухо и хорошо зимой. Летом плохо, а зимой вот хорошо. Действительно, то, что ты перечислил, Тилави и Боржоми – это неплохие места, что там перезимовать. На R&B посмотри варианты и выбери, что тебе нравится, там по отзывам можно посмотреть. В итоге ты... R&B очень хорошая вещь, потому что ты всегда, как бы, застрахован от кидка какого-то. То есть, если вдруг ты приехал, и тебя, конечно, пытаются обмануть, ты приехал на там что-то другое, ты обращаешься в техподдержку R&B, и те мгновенно же ищут какой-то новый вариант, извиняются перед тобой долгий упор, возвращают деньги и так далее. То есть, это такая страховка. Поэтому R&B мы платим какой-то небольшой процент. По сути, это страховка на вот это вот временное съем жилье. Тут, кстати, много вот таких вопросов. Еще Светлана Бочинский говорит, помогите снять квартиру в Грузии месяца на 3. R&B. На 3 месяца проблема в том, что на 3 месяца ты не снимешь долгосрок. Это будет посуточная арена. Ну, такая она будет со скидкой, с хорошей. То есть, если вот так вот снимать месяцев на полгода, так вот. Ну, не туристический сезон, там, с конца октября до, там, мая, или даже до июня, ты снимешь за 200 долларов квартиру в Грузии. Да, то, ну, смотря какого размера, там, смотря где, ну, такие цены, даже можно за 150 снять, прикиньте. То, если хочешь именно 3 месяца всего лишь снять, это с тебя уже возьмут 300-очку, например, сразу. Сейчас, например, вот рядом с морем, где я нахожусь, ну, и даже в Батуми, там переизбыток предложений. Там слишком много, и в итоге все демпингуют, и все равно людей очень мало приезжает, потому что мало есть дураков, жить рядом с морем зимой. Тут очень плохо, холодно, мокро и вообще. Как с медициной в Грузии для туристов. Хорошо очень с медициной в Грузии, и многие приезжают сюда лечить зубы. Я думаю, медицина тут примерно такая же паршивая, как и везде. Хорошая диагностика, это если ты отдашь много денег, платная. И в Израиле она хорошая, платная будет, и везде, где хочешь. Типа бесплатная медицина, она везде настолько отвратительная, видимо. Ну, в России, кстати, она ничего. По крайней мере, очередь на УЗИ, там, типа, неделя у тебя. В Израиле у меня 3 месяца надо ждать. Женя. Какой смысл ехать из развитых стран в отсталые страны? Вот это интересное такое, знаете, у людей есть такое неадекватное ощущение. Во всем мире глобализация. Что такое глобализация? Это когда, в принципе, границы, они для бизнеса, и зачастую для людей, отсутствуют. И технологии, и товары, и услуги, они проникают из одной страны в другую очень быстро, благодаря этому. Глобализация, она не сегодня началась. Она идет уже, типа, 30 лет. Ну, там, с 90-х активно. Соответственно, Грузия сейчас абсолютно развитая страна. То есть, абсолютно на таком же уровне, как Израиль она, или как Россия. Безусловно, зарплаты тут ниже. Ну, и уровень жизни тут гораздо дешевле. Для меня уровень развития страны, это уровень развития гражданского общества. И уровень развития вот этого культурного кода какого-то. В первую очередь, наверное, проще всего это понять как раз по автомобилистам. То есть, насколько люди адекватно водят. И в этом плане, вот, мне очень нравилось в Нидерландах. Потому что там очень все соблюдают все правила дорожного движения. Всегда тебя пропустят. И ты, как бы, себя там чувствуешь очень комфортно и удобно и хорошо. Вот это, мне кажется, развитая страна Нидерланды. В плане вот этого вот менталитета. А в плане технологий все страны сейчас примерно одинаковые. Вот любое тут какое-нибудь оборудование медицинское, оно есть сейчас в любой стране абсолютно. Другое дело, что, ну, то есть, это платно. Конечно, в Израиле есть крутая штука с этими медицинскими страховками. Есть еще раз, говорят, я не знаю так или нет, наверное. То есть, если у тебя какое-то там серьезное заболевание, в Израиле в тысячу раз дешевле его как-то победить. А вот, чем в Грузии, наверное. Может быть, тут его вообще нельзя, например, никак вылечить. Но вот серьезное заболевание все-таки довольно-таки редкая ситуация. А то, что вот у меня есть какие-то болячки, как бы в Израиле мне их просто никто лечить не собирается. Как я понимаю, вот я попробовал, походил по врачам. В России, скорее уж, я их в России могу вылечить, чем в Израиле. С этими очередями по три месяца. То есть, я пошел к врачу. Меня этот врач записал на УЗИ. Я его ждал, мне его надо ждать три месяца. Через три месяца мне снова надо записаться к этому врачу. Снова ждать с приема к врачу еще. То есть, я полгода просто вот, чтобы от этого врача сделать анализ, получить его. И снова ты ждешь еще этого врача. То есть, как бы, если ты вдруг чем-то заболеешь, ты успеешь умереть за это время. До того времени, как вот просто эта диагностика закончится. И это у меня немножко вот так. Я не очень понимаю, как это работает. Безусловно, есть какие-то аспекты разные в странах. То есть, опять же, начиная от менталитета. Для меня он наиболее важен. Средней зарплаты какой-то. Которая должна соотноситься с уровнем, соответственно, трат тоже. Безопасностью. Удобством всяких услуг. Ну, кстати, в безопасность в Грузии, по-моему, там очень высоком эта страна находится месте. Выше, чем большинство стран Европы. Тут очень безопасно, тут очень крутая полиция. Тут круто. В этом плане она очень развитая. Развитие, чем большинство других стран. В плане ведения бизнеса Грузия топ-7 мест. То есть, в Израиле, например, заплатить налоги, вам нужно идти в 4 разных каких-то учреждения. И это просто нереально. Это просто ад. Это просто хуже, чем я нигде такого не видел. То есть, совершенно невозможно бизнес вести в Израиле. Если ты маленький предприниматель. Все это специально сделано для больших. Больших компаниям им удобно это. То есть, там все вот так распределено, что ты можешь там эти свои все финансовые потоки. И в каждое учреждение нужно направить. То есть, бизнес больших компаний в Израиле очень удобен. Бизнес маленьких совершенно невозможен. Ужасен. Хотя сейчас вот добавили новую фишку. Там был Эсек Патур. Добавили еще как называется. Помнишь? Эсек Заир, да. Там стало чуть получше, но тоже так же плохо, по сути. Вот. Тут просто потрясающие условия для бизнеса. Я не знаю. То есть, если регистрировать свою компанию, то Грузия это просто сейчас... Думаешь так. Где бы мне зарегистрировать мою компанию? Грузия номер one, по сути. Тут есть, конечно, свои проблемы. Потому что действительно очень низкие зарплаты. И много людей, которые живут, наверное, не очень обеспечено. Так что Грузия более чем развитая страна во многих направлениях. Она обгоняет типа развитой страны. Вы променяли бы нынешнее спокойствие снова на те нервы в Израиле? Вернусь ли я в Израиль? Когда мы ехали в Израиль, мы знали, что в Израиле бывают инциденты. И мы к этому были готовы. И эти риски мы соотносили со статистикой процента того, что ты погибнешь в ДТП. И выяснили, что вероятность того, что ты погибнешь при каком-то там взрыве, чего-то, она очень маленькая. Ну вот именно в том текущем Израиле, в который мы приезжали. Когда там не было вот этой войны, которая сейчас ужасная. То есть такого в Израиле не было 50 лет, 70. Важное, кстати, Наталья написала про нервы. Нервы это особенная такая вещь. То есть, конечно, статистика статистикой. И я умом понимаю, что даже вот из этих 300 ракет, которые у меня над головой взорвались сегодня, наверное, там собьют 90%, 30 где-нибудь тут упадет вокруг, ну и парочка упадет в город, где я живу. И вот то, что одна из этих двух ракет упадет, тоже шанс небольшой. Мы его тоже посчитали. Но вы знаете, просто даже вот этот вот звук, разрывающийся у тебя над головой ракет, ну штукенция немножко посидела, извините. Ну и я тоже так. То есть это абсолютно нездоровый момент. Когда тебе приходится особенно жить в домике без мамада, без убежища, и там спать в каком-то бомбоубежище, в бункере, это вообще нездоровая вещь. И я очень сильно подсадил свою нервную систему, и это мне не понравилось совершенно. Когда Израиль, он решит вот этот текущий кризис, и наступит мир на ближайшие лет 10-20, я надеюсь. Ну, наверное, больше даже. То есть это сейчас беспрецедентная вещь. То есть такое было только вот, когда было основание Израиля, когда его, собственно, создавали. Вот то, что вот сейчас происходит, это примерно то же самое, что было тогда. Как бы, наверное, когда этот кризис текущий закончится, можно будет спокойно вернуться и продолжать жить там. Я не знаю. Конечно, мы сейчас путешествуем и посмотрим. Может быть, какое-то место нам тоже очень сильно понравится, мы там останемся. Я не могу загадывать наперед, я никому там никаких клятв или обещаний. Потому что вернусь, я не вернусь, я думаю, всем пофигу в целом. Не могу давать. Я не знаю, что будет завтра даже со мной. Ольга Машкович. Очень интересно, захочется ли вам потом обратно в Израиль, после того, как вы ощутите, что можно по-другому. Так мы по-другому. Вот ребята жили в России по-другому. Вот я жил всю свою сознательную жизнь в России по-другому. До 2022 года в России было по-другому. А на самом деле, даже и после 2022 года в Москве ничего не изменилось от слова совсем. Вот у меня в Москве мои друзья, знакомые, которые никуда не уезжали. И как бы вот в их жизни ничего не изменились. Они как вот работают. У них выросли зарплаты разве что. И уровень жизни у них даже вырос за это время. Если бы я мог вот так вот взять и отмотать обратно и не ехать в Израиль, такой вот, допустим, гипотетический, я бы все равно поехал. Просто потому, что Израиль дал мне огромный пласт жизненного опыта. И я начал разрабатывать свою игру. Я тоже, как бы у меня в голове это все сложилось. И штукенция начала заниматься своим основным каналом. Она тоже нашла себя. То есть мы в Израиле себя нашли. Это такой вот момент. Что мне больше всего понравилось? Что мне дал Израиль? За что я ему благодарен больше всего? За то, что Израиль мне помог себя найти. Я понял, чем я хочу заниматься окончательно. Я вот этим сейчас занимаюсь. И штукенция тоже. И вот это, наверное, самое важное, что произошло за последние, может быть, лет 10 в моей жизни. И это случилось в Израиле. И это неспроста. То есть Израиль это такое волшебное, магическое место. Несмотря на то, что я, получается, вот тоже два года, я так активно учил иврит, мы так устраивались. И столько сил на это все потратили. И обидно, что в итоге мы уехали. И непонятно, насколько. Потому что вот текущий военный конфликт, который идет, я не знаю, он будет год длиться или пять лет. Я не знаю. Никто не знает. Потому что там сейчас такая заваруха начинается на Ближнем Востоке. Точнее, она началась, и еще непонятно, что дальше будет. Израиль же, он долго никогда не воевал, долго. Израиль, как бы, у него всегда войны были максимально короткие. Типа дни, недели. А в итоге она идет год уже. Это уже, как бы, совершенно другой Израиль. Совершенно другая ситуация. Давайте секция личных вопросов. А ты русский или еврей? Я русский человек, абсолютно. Наверное, у меня может быть дедушка еврей. Нет никаких документов. Просто у меня есть его фотографии. Знаете, он на фотографиях типичный еврей. У меня из Украины есть бабушка. И остальные все русские. Я родился в Москве. Я говорю на русском языке. Я читаю книги на русском. Я свободно говорю на английском. И это меня, наверное, делает немножко тоже англичанином. В каком-то смысле. Я считаю, что человек и его национальность, она сводится во многом к его культурному коду. Всю жизнь потребляешь американскую культуру. Все время смотришь вот эти американские фильмы голливудские. То, извини, чувак, но ты уже немножко американец. Поэтому вообще вот тема национальности, она, мне кажется, это абсолютно такой атавизм 19 века какого-нибудь. Даже раньше, наверное. Это такой момент какого-то самоопределения. Каждый человек, он выбирает с детства, что ему потреблять. Какие продукты культурные, какие языки ему учить. Я себя определяю так, что я, наверное, все-таки, да, я в первую очередь русский человек, который впитал в себя много культуры и европейской, и американской. И в итоге вот два года назад я начал впитывать в себя культуру израильскую, которая более широкая, чем еврейская. То есть культура израильтянин, израиль-израильтянин, это больше, чем еврей. Израильтянин, там есть и арабская культура, там есть и бедуинская культура. И, безусловно, конечно, большинство это еврейская культура. Но, тем не менее, даже израильтянин это более широко. Там культурный код еще более насыщенный, еще более интересный. И тоже вот во мне теперь, не знаю, 5% еврейской культуры, например, есть. Штукенция совсем не готовит? Курицу можно самим пожарить, ножки по цене курицы. Нет, штукенция готовит, безусловно, и очень вкусно готовит. Какие-то вещи я готовлю. Вообще у нас в нашей семье быт построен, ну, что у кого лучше получается, тот то и делает. Что кому нравится, тот то и делает. Я, например, обожаю на заготовке стоять. Я люблю чистить все овощи, я обожаю их нарезать. И вообще все, что нарезать, ножом, у меня поварской нож в Израиле был, к сожалению, я с собой его не взял, подарил. Вот, тут надо покупать будет его. Я обожаю тоже в плане приготовления пищи, мне нравится все почистить, все нарезать. А уже жарят у нас штукенция. Я, например, варю крупы, я люблю варить кашу, я каждое утро варю. Вот, соответственно, мы любим готовить, но чтобы готовить, нужна определенная, ну, как бы, атмосфера. То есть для меня приготовление еды – это отдых. В Израиле мы постоянно все готовили, потому что купить готовое там совершенно невозможно, оно стоит нереальных денег. Мне не позволяет совесть купить готовую еду в Израиле просто, ну, это невозможно. Потому что, ну, слишком большая моржа. В Грузии мы сейчас приехали, во-первых, у нас дикий стресс, мы жутко настрадались от этих обстрелов, и мы отдыхаем. Во-вторых, тут, как бы, купить эту готовую еду очень дешево. Ну, то есть она стоит, тут готовая еда стоит дешевле, чем в Израиле, сырая. Мы два года не ели ни в каких кафе, нигде, поэтому мы сейчас вот ходим везде тут, отъедаемся, готовые еды хотим попробовать, тут очень вкусно. Мы просто устали, на самом деле. И еще мы на съемных квартирах, прыгаем там одну неделю тут, одну неделю там, поэтому у нас еще нет вот этого быта. Почему вы нормально работать не хотите? Человек, допустим, который, там, не знаю, работает где-нибудь в сельской местности, и у него там электричества нет, например, даже. И вот он всю жизнь возделывает свой огород. И он не знает, что существует интернет даже. Для него все люди, которые не тяпкой не вскапывают огород, они все лентяи, и они все вообще бездари, и вообще, что они делают вообще? Что это такое? Для такого человека все обязаны, должны, чтобы они работают на земле с тяпкой. И вот люди, которые пишут такие комментарии, типа Алекса, они тоже как бы вот в своем каком-то таком огороде застряли. Может быть, немножко другого типа. Есть огромное количество дел, которые можно делать в 21 веке, представьте себе, чтобы при этом быть независимым от каких-либо предприятий других, от других каких-то начальников. У меня нет начальника. Я сам себе начальник. Любой человек, кто вот меня сейчас смотрит, привет, вы тоже так можете жить, если вы захотите. Рискнуть. Это риск всегда, потому что мы не знаем, наши проекты, они зайдут или не зайдут. Мы вкладываем свое время в первую очередь, которые деньги. Мы эти видео снимаем уже дюжину лет. В начале, когда мы их снимали, они вообще ничего не приносили. Потом в какой-то момент они приносили типа по 1000 долларов в месяц. Просто мы зарабатывали из этих видео. И это без всякой нативной рекламы, без всякой чепухи. Потом эту монетизацию выключили совершенно. И доход упал в плинтус. То есть вот это тоже риск. Просто мне кажется, каждый человек должен себя искать, пытаться себя найти. И если ты себя найдешь, то ты будешь счастливым и довольным. Я работал в нескольких различных фирмах. В некоторых и на полный рабочий день работал. Я работал администратором веб-проектов. Вел там всякие сайты. Потом я работал, у меня было много-много-много заказчиков. Я тоже обслуживал несколько лет им всем сайты всякие. Ну вот веб-программирование. Потом я просто из этого ушел. И сейчас занимаюсь своими проектами. Мне это немножко получается. Мне все нравится. Но большинству людей это непонятно просто потому, что это какая-то такая сфера деятельности для них неизвестная. Поэтому им кажется, что ты как бы ничего не делаешь. Люди, которые работают на себя, они работают в пять раз больше, чем любой человек, который чьи гоняет у себя там где-нибудь в офисе, работая на дяденьку. Вот. Всегда в себя ты вкладываешь гораздо сильнее. Почему вы все время в одной и той же одежде? Ну это вот удобная моя одежда, которую я люблю. Мне в ней комфортно. Она чистая, она теплая. Летом я хожу в какой-то абсолютно легкой одежде, зимой я хожу в теплой одежде. Для меня главное в одежде это ее комфорт. То есть если она сделана из хороших, натуральных, приятных материалов, я в ней могу ходить 10 лет, 20 лет. Вот штукенция сейчас сидит в рубашке, которую мне сшила моя бабушка, когда я был в пятом классе. И она обожает. Это ее любимая рубашка. Она ее с собой взяла из Москвы. Я вообще не понимаю, вот тоже вот эта культура потребления, она на мой взгляд зашкварная и отвратительная. Если у тебя есть возможность что-то не покупать и не засорять окружающую среду мусором, можете ходить в одних штанах 20 лет, это замечательно, нужно так делать. То есть я часто меняю обувь. Для меня обувь это расходник, потому что я много хожу. Мне приходится покупать новые кроссовки, потому что я их просто вынашиваю в дыры. Но если у меня есть там штаны, и они нормальные, я могу в них ходить 10, 20, 30 лет и прекрасно себя чувствовать. И они у меня рвутся, я их зашью. Они у меня порвутся там 20 раз, я 20 раз их зашью. До тех пор, пока они вот совсем не износятся в отрепье такие. И это правильно. То есть я считаю, что это очень здорово по отношению к окружающей среде. И я вношу очень позитивный вклад в то, что наш мир, он немножко чище и лучше. На этом канале больше не будет видео, почему будет. На этом канале будет много еще видео про места, где мы живем. Про культурный код, место, где мы живем. Сегодня мы в Грузии, завтра можем быть абсолютно в другом каком-то месте. Хорошо, когда у тебя твои вещи собраны в небольшой мешочек. И ты в любую секунду из любой страны можешь в любую другую страну, где сейчас пока что спокойно, переехать. Если, по крайней мере, у меня есть возможность, и это не считается преступлением уголовного кодекса, взять и уехать куда-то, если вдруг плохо. Я так сделаю. Я хочу жить в комфорте. Я хочу жить, чтобы мне, моей семье было хорошо. Сейчас все страны, и чем дальше, тем больше, они конкурируют за людей. За активных людей, за людей, которые особенно готовы куда-то переехать, которые деловые, которые делают какой-то свой бизнес, которые делают какое-то свое дело. И Израиль точно так же участвует в этой конкуренции. Безусловно, многие люди приезжают в Израиль по религиозным мотивам. Это нормально, я это понимаю и принимаю. Но, на мой взгляд, наибольшее количество инвестиций, пользы идет от людей, которые приезжают в Израиль ради ведения бизнеса, ради того, чтобы устроиться там в комфортной для них среде. Во многом, почему репатриантам в Израиле выплачивают корзину? Ну, тоже людей, так сказать, заманивают в страну, приезжайте к нам, устраивайтесь у нас жить, мы вот вам даже поможем обустроиться. Израилю это выгодно. Удачная ли я была инвестиция для Израиля? Я считаю, что очень удачная, потому что мы со штукенцией приехали в Израиль, сняли несколько сотен видео, очень полезных, интересных и хороших, которые многим людям помогли. У меня удивляло то, что люди, они просто не понимали, которые вот живут, люди живут в Израиле, там, 20 лет, и они не знают, сколько стоит съем квартиры. В той же Кирешмане, еще когда не было войны, не было никого, там, 7 октября, можно было снять себе студию, вот, типа, вот такую, как я сейчас, за 1200 шекелей, за 1500 шекелей, железно, за 1200 можно было найти. Про это просто вы нигде, нигде там не узнаете, не услышали бы. Мы очень хорошо за два года исследовали Израиль, от метула до вилата, посмотрели и про это сняли много видео, и, мне кажется, этот след, он интересен и адекватен. И, соответственно, мы потратили кучу своих денег, которые мы с собой привезли в Израиль, и эти деньги, они, ну, и еще какие-то деньги, опять же, пришли в Израиль, как наш доход. То есть, в целом, мне кажется, Израиль в плюсе, даже, несмотря на то, что мы уехали через два года. Штукенция подготовила вопрос. Какие у тебя вообще планы на жизнь? Я бы сейчас хотел доделать свою игру. Наверное, я просто хочу найти какое-то спокойное место, где я смогу работать и эффективно делать свое дело. Что я хочу, быть цифровым кочевником или найти какое-то стабильное место, чтобы там жить? Ну, по сути, я поневоле стал цифровым кочевником сейчас. Я не знаю, мне понравится или нет. На этом канале вы узнаете об этом. Если подвести итог моего проживания в Израиле, что я понял? Я, кстати, себя чувствую, действительно, вполне чувствую себя таким израильтянином. Во многом это сказывается именно потому, что у меня постоянно иврит в голове. Я в магазин прихожу, я все время всем говорю с лиха. Все время всем говорю шалом. Так я его активно учил и слушал. Каждый день на ночь я слушал Гарри Поттера на иврите. Я понял вот что. То, что даже в самой на свете безопасной стране, такой как Израиль, потому что я считал Израиль безопасной страной, и он был безопасной страной до 7 числа. Ну, даже сейчас он довольно-таки безопасный, но все-таки, да, местами. В общем, даже в самой безопасной стране может начаться полный... Расчет расчетами, вот ты такой, типа, умный самый, да? И все равно на тебе. Черный лебедь везде может прилететь, может начаться Третья мировая. Понимая, что действительно в любой точке мира может произойти все, что угодно, нужно просто всегда готовиться к худшему. Вот, например, я приехал сейчас в Грузию. Мы приехали в Батуми. Мы приехали за две недели до выборов. Эти выборы... Тут идет сейчас очень жесткий замес между, так сказать, силами нейтральными, будем так говорить, России, которые с Россией готовы как-то вот сотрудничать. В какой-то степени, ну, по крайней мере, чтобы, ну, таки-то туризм тут был и вообще. Не против того, чтобы какое-то было отношение между странами. И вот есть силы, которые абсолютно против. И, соответственно, это влияет на людей, которые тут находятся. Так как я говорю на русском языке или на английском, смешно очень. Действительно, я столкнулся. Есть грузины, которые не хотят говорить на русском. Ну, окей. Ну, я говорю, гомоджоба, говорю, что-то на русском. Они говорят, нет, нет. Я начинаю с ними говорить по-английски. А они на английском-то не понимают нифига. Что действительно есть такое? Я не хочу там что-то скрывать, вы что-то, какие-то розовые очки. Там один на 30 людей, с кем вы тут общаетесь, они не любят русских. Ну, да. Из-за того, что тут конфликт с Осетией, с Абхазией, есть такое. Но в основном такого нет. Батуми – это Аджария, это автономная область. Тут традиционно всегда очень космополитичное сообщество. И тут как бы к русским лучше всего. Они относятся во всей Грузии. Кончилась батарейка у телефона. Вот я там сидел. Батуми тут традиционно нормально относится ко всем. Как бы я там на каком языке ни говорил. Но все равно мы на всякий случай, так как выборы, решили из Батуми переехать в деревню. Спасибо вам большое за ваши вопросы. Пишите новые вопросы, и мы снова сделаем видео, где я на них отвечаю.